В последние годы во многих столицах появляются целые шариатские районы. В центре Копенгагена дети бывших эмигрантов заявляют, что теперь они здесь власть. Незадолго до этого то же самое сделали потомки, приезжих в Англию. Восточные пригороды Лондона теперь контролируют мусульманский патруль. Массовые мусульманские митинги и демонстрации по всей Европе – это лишь вершина айсберга. На улицах Старого Света буквально ежедневно идут мультикультурные битвы. Складывается ощущение, что сегодня быть мусульманином плохо, на это смотрят осуждающие. А мы такие же французы, как французы-евреи или французы-христиане. Мусульмане-французы такие же. Журналист Вестей Стас Натанзон выдает в эфир душераздирающие репортажи об ужасах, которые творят в Европе исламисты. На фоне геноцида белого населения Европы цветными мигрантами банда Путина разыгрывает из себя патриотов России, которые никогда не допустят ничего подобного в нашем оплоте культуры и духовности. Как вы считаете, возможно ли повторение каких-то таких подобных сценариев у нас в стране? Рамадановский поведал, почему в Европе провалилась политика мультикультурализма, а также заявил, что ничего похожего на происходящее в Европе в путинской России быть не может. Отсутствие жесткого контроля границ, отсутствие крайне внимательного отношения к межнациональным отношениям, вот эта вот причина подобного положения в России этого быть, я считаю, в моем мнении, не может. Вот прежде всего потому, что мы решаем и первую задачу, у нас довольно-таки надежная граница. Ведь гашиш в огромном количестве и героин идет к нам. И у нас нет границы со странами, которые пройдут. Афганистан с Туркменией полностью открытая граница, у Туркменией с Казахстаном открытая, у нас с Казахстаном все. У нас довольно-таки надежная граница. Второе, междунасотношение, совет по междунасотношениям возглавляет президенты. Который международный террорист и развязал аж три войны. Причем одну аж с украинцами. При всем при этом все путинские журношлюхи упорно насаждают тему, что никаких межнациональных конфликтов в путинской России быть не может. И работаем в этом направлении. Там же Рамадановский заявил, что все дело в том, каким словом геноцид белого населения обозвать. И вот наш подход через интеграцию, безусловно, более эффективен, нежели через мультикультурализм, который, как уже несколько лет назад признали, не состоялся. У них, взгнившей от садамии Франции, мультикультурализм. И поэтому их там режут и стреляют исламисты. А у нас интеграция и дружба народов. И поэтому все счастливы. По данным полиции, лишь за шесть месяцев этого года мигранты в Московской области успели совершить почти полторы сотни только тяжких преступлений. Наш подход через интеграцию, безусловно, более эффективен. Любезные гости убивают и насилуют радушных хозяев едва ли не каждый день. На прошлой неделе в Дедовске местные жители поймали гастарбайтера, напавшего на несовершеннолетних девочек прямо в подъезде. Далее Рамадановский заявил, что оказывается у нас в стране лишь 3 миллиона мигрантов. И Киселев со своим вторым после США местом по миграции придурок и провокатор. В среду опубликован доклад ООН, в котором Россия на втором месте в мире по числу международных мигрантов после США. Было второе место в мире после США по числу мигрантов. А тут вдруг тише благодать. Какое соотношение легальных и нелегальных мигрантов? Ну сейчас практически единица соотношения. То есть половина нелегальных и половина легальных. На 2,7 миллиона, 2,7 миллиона законно работающих, 2,9 миллиона незаконно работающих, по нашим данным. Рамадановский сделал вид, что он буквально на днях узнал, что к нам на Дальний Восток, оказывается, едет немало китайцев и корейцев. Есть такие данные, правильные ли они, что и из Китая, и КНДР тоже мигрантов, да, становится больше? Абсолютно. Нас очень удивило, но когда мы в начале года анализировали ситуацию, увидели, что действительно из Юго-Восточной Азии, вот это Китай, КНДР и Республика Корея, нам добавили людей в учеты. К ним добавили людей. Китайцев и корейцев к нам добавляют Бзижинский и Обама. Сами путинцы, напринимавшие законы о торах, как всегда ни при чем. И вот Рамадановскому задали главный вопрос. Чем же у нас в Сибири занимаются китайцы и корейцы? А в каких областях деятельности они заняты? Почему? Вы знаете, это вопрос отдельный. Я могу... Представитель других ведомств, да, которые отвечают за экономику и промышленность? На эту тему долго рассуждать, но здесь, наверное, не место. Быдло-электорат узнать не положено. Потому что за все, чем занимаются в Сибири китайцы и корейцы, Рамадановскому положено сесть на кол. Путинские друзья-китайцы заняты зачисткой территории Дальнего Востока от наших природных богатств, превращая девственно чистую природу Сибири в непригодные ни для чего пустоши. Что неудивительно, учитывая, какими методами китайские ватники поднимают ВВП своего промышленного гиганта. А вот что творится с оккупацией нашей страны на другом ее конце. По Москве Собянин приводит вот такие цифры. В большом телеинтервью Сергей Собянин среди многих проблем, которые нужно срочно решать, выделил нелегальную миграцию. В городе присутствует нелегальных мигрантов около 300 тысяч. 300 тысяч нелегалов. Вот только Киселев заявляет, что в Москве нелегалов минимум полтора миллиона. Мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью газете «Московские новости», где высказал свое отношение к проблеме трудовых мигрантов в столице. На легальном положении их 400 тысяч, на нелегальном, по словам Собянина, в 4 раза больше. Нелегальных мигрантов около 300 тысяч. И никто из путинских патриотов, ежедневно защищающих нас от угрозы исламского бандитизма, эти миллион 600 тысяч оккупантов из столицы России не выдворяет. Зимой 2010 года Собянин сделал одно потрясающее заявление. Нам ответственно надо понять, сколько трудовых мигрантов нужно стране, и сколько их реально находится в стране, и как мы их учитываем. То есть Собянин не просто не знает, сколько они понавезли сюда мигрантов. Он заявляет, что их банда даже не знает, сколько мигрантов нужно стране. И нужны ли они вообще. Другими словами, они тащат сюда мигрантов не для того, чтобы те здесь работали. Они тащат их сюда для того, чтобы были. Чтобы русские не расслаблялись. Чтобы среди русских можно было разлагать культуру труда. а дальше обзывать русских бездельниками, которые не могут работать даже дворниками, чтобы переводить ненависть народа с собственных задниц на завезенных мигрантов. А тех русских, которые в состоянии перевешать банду Путина на фонарях, с помощью засилия мигрантов выявлять, далее прессовать, вымогать деньги и отправлять в тюрьму, например, под предлогом возбуждения ненависти. Считаю, что все-таки Москва, российский город, и таким должны оставаться. Не китайским, не таджицким, не узбекским. Мы всегда рады гостям, но это российский город. Патриот Собянин добавил, что он не приветствует в Москве адаптацию мигрантов. Люди, которые плохо говорят по-русски, у которых совершенно другая культура, но им лучше жить в своей стране. Поэтому мы не приветствуем их адаптацию в Москве. Я считаю, что это, скорее всего, сезонные рабочие, которые, поработав, должны ехать своим семьям, свои дома, свои страны. Очень удивительно, но в другом месте Собянин заявлял, что Москве нужен еще миллион мигрантов. Также Собянин говорил, что если убрать из Москвы всех завезенных инородцев, то Москва станет самым законопослушным городом в мире. Если убрать преступность, совершаемую приезжими иммигрантами, то город Москва будет самый законопослушный город в мире. Придурок и провокатор Собянин призывает к увеличению преступности в столице нашей страны. Граждане Армении приравнены в праве на работу в РФ к россиянам. Граждане Армении, которая со 2 января стала полноправным членом Евразийского экономического союза, теперь фактически приравнены в праве на работу к гражданам России. Теперь работодатели в праве привлекать к осуществлению трудовой деятельности граждан Армении, без учета ограничений по защите национального рынка труда. Теперь трудящимся из Армении не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в РФ. Наш подход через интеграцию, безусловно, более эффективен, нежели через мультикультурализм. А вот результаты проводимой бандой Путина политики интеграции. Избитый трудолюбивым азиатом 25-летний петербуржец скончался в больнице. Пьяный трудолюбивый узбек пытался похитить девочку в центре Москвы. Путинский оккупант с Кавказа убил 17-летнего русского парня в кавказском кафе. Личность убийцы установлена, но путинское мусорье в интересах следствия оставило убийцу на свободе. Кафешка продолжает работать. Данный притон, в котором постоянно происходят драки и грабежи, жители города Павлова Нижегородской области требуют закрыть уже несколько лет. Похоже, что притон продолжит работать до тех пор, пока местная ядресня и мусорня сама не будет перевешена на фонарях или перерезана своими же этнобандитами. Массовое побоище с огнестрелом и ножами в Красноармейском районе Волгограда. Проводящие политику интеграции путинцы заверяют, что сейчас завезем еще миллион армян и все нормализуется само собой. После тусовки в клубе армяшка-полукровка убил 21-летнюю Нижегородку Дарью Калинину. Родня армяшки уже наняла ему адвоката, а сам он активно прикидывается дурачком. Ранее убийца уже был судим за кражу. Подобные происшествия в Нижнем Новгороде происходят систематически. Причем по всему городу. Но резонанс вызывают только изнасилование и убийство, происходящее непосредственно в центре. Остальное специально замалчивается. Месяцем ранее прямо в центре города была изнасилована и убита тоже 19-летняя Мария Гликина. Путинские мусора убийцу кавказоида поймали, но в интересах следствия отпустили. Где он сейчас неизвестно. Осенью 2014 года по Нижнему Новгороду прокатилась целая серия изнасилований. Жертвами становились молоденькие девушки, в том числе несовершеннолетние. Насильник или насильники до сих пор не найдены. Путинский чурбан под Новый год изнасиловал 13-летнюю Всертолова. Таджика-кавказец Магомедов и туркмен Назаров хотели взорвать Ашан в Москве. Два путинских чурбана изнасиловали 23-летнюю петербурженку, девушка госпитализирована в городскую больницу. Киргиз в драке зарезал мужчину в Воронеже. Хачик зарезал свою новосибирскую постилку в Питерском центральном парке культуры и отдыха. Таджик зарезал толерантного мужика в Воронеже. Профессиональные дагестанские борцухи и боксеры крышуют питерские маршрутки. В то же самое время журношлюха с Первого канала Кораблева продолжает переводить внимание населения на страдания невинных зверушек на другом конце света. И последнее. В Австралии защитники животных объявили акцию по спасению коал. Эти медлительные зверки страдают от лесных пожаров. Они просто не могут быстро покинуть опасные территории и сильно обжигают лапы. Но весь прикол здесь в том, чем закончились 15 лет кривляний Путина с амурскими тиграми. У амурских тигров появилась надежда. Теперь мы можем спасти их. Оформите карту «Амурский тигр» в любом отделении Россельхозбанка. В итоге Вовочка доспасался, как и всегда, до банального обворовывания граждан России. Один из вариантов воздаяния, которое неизбежно ждет всех путинских пропагандонов и пособников оккупации России, это публичное сечение плетью. Журношлюшки режима абсолютно уверены, что у них все путем, поэтому они преспокойно размещают новости следующего содержания. Саудовский блогер, осужденный за оскорбление ислама, был высечен возле мечети. Сегодня он получил первые 50 ударов из тысячи. В дальнейшем будет получать столько же еженедельно. Кроме того, он приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 266,6 тысяч долларов. Это было всего лишь оскорбление ислама. Путинские же журношлюшки виновны в пособничестве в незаконном удержании власти, публичном восхвалении государственных преступников, международных террористов, воров и убийц, возбуждении ненависти, пособничестве в развязывании войн, систематическом крышевании этнобандитов, крышевании педофилов, ФСБшных убийц. Путинские журношлюшки – это не просто кучка наивных дурачков. Это главная опора путинской гыбни. Потому как если ежедневное зомбирование остановится, то от путинского режима не останется и мокрого места. Американцы намекнули, что Путину и его порхатой комарилье место на помойке. Агентство ФИЧ отправило кредитный рейтинг путинской россиянии в мусорку. Международное агентство ФИЧ понизило кредитный рейтинг России до так называемого предмусорного уровня. Теперь российским компаниям еще сложнее будет заимствовать деньги за рубежом. А в Киеве завтра ждут представители МВФ. Именно от них зависит, получит ли Украина необходимой ее экономике 17 миллиардов долларов. Впрочем, способность властей в дальнейшем платить по долгам вызывает у экспертов фонда большие сомнения. Теперь российским компаниям еще сложнее будет заимствовать деньги за рубежом. Путинская секретарша Песиков возбудился на новую статью в британской Daily Mail. Песиков назвал информацию о покупке Путиным виллы в Испании, появившуюся в некоторых европейских СМИ, неоригинальной шуткой. Сайт Вести пишет, «Шикарная вилла площадью 18 тысяч квадратных метров, которую якобы приобрел Путин, находится в провинции Малага. По информации из Дании, обустройство жилья обошлось в 15 миллионов фунтов. Здесь есть вертолетная площадка, парковка на два десятка автомобилей и винодельное оборудование в подвалах». А вот что говорится в самой статье Daily Mail. Путин заделался в производители элитного вина. Посаженные вокруг путинского особняка в Испании виноградники станут источником для одного из самых дорогих в мире вин. Вокруг особняка с 10 спальнями будет посажено 25 виноградников. Производимое из данного сорта винограда вино Пингус считается культовым и стоимость одной бутылки может превышать 750 фунтов. Вино будет храниться во французских винных бочках в подвалах с особым климатом, постройка которых обошлась в порядка 750 тысяч фунтов. Западный журналист из Daily Mail отмечает то, что не по мозгам путинскому быдлоэлекторату. В России 18 миллионов людей живут за чертой бедности, в то время как так называемый президент, играя на камеру православного нищеброда, типа на зарплату в 4 миллиона рублей, строит себе дворцы и покупает виллы, и собирается заняться коммерческой деятельностью по производству элитного вина. Итого, что мы имеем. Путинские журналисты стращают население России беспределом исламистов в Европе. О том, что путинские мигранты отвечают практически за все тяжкие преступления, в ходе которых гибнет русская молодежь. Насилуются и убиваются наши девушки и женщины. Журношлюхи режима предпочитают молчать, показушно страдая по австралийским зверушкам. Вова Путин называет себя правильным русским националистом. В то же время отдает рынок труда в России армянам. Самозванец Путин и вся его телевизионная шобла вопят о защите русских на Донбассе. В то же время путинская банда сливает нашу Сибирь китайцам, что это якобы рабочая сила, вранье, потому что сами же путинцы открыто заявляют, что они не знают, сколько экономике России нужно мигрантов и нужны ли они вообще. Таким образом, любые действия по завозу в Россию мигрантов – это криминал. Все путинцы, заявляющие о необходимости привлечения мигрантов – преступники и откровенные враги русского народа. Обожающая свободу и демократию Европа красочно троллит международного террориста Путина в газетках за сбитие самолетов. В то же самое время продает ему элитные виллы и готовится покупать у убийцы и террориста культовое вино. Европа вводит санкции против России за международный терроризм на Донбассе. В то же время путинский министр, призывавший вести переговоры с террористами, приглашается на марш в поддержку жертв терроризма. Наши репортажи выходят за счет вашей прямой поддержки. За эту неделю из 9 тысяч наших подписчиков наш ежедневный труд поддержали 14 человек. Выражаем этим людям нашу благодарность. Еще раз напоминаем вам – не делайте переводы со своих именных кошельков. Используйте уличные терминалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова